Для выступления с докладом о развитии российской космонавтики представляется Михаленко Михаил Григорьевич, декану инженерно-физико-химического факультета, доктор технических наук, профессору в заслуженном деятельности науки Российской Федерации. Ну, мы уже представляли, какое отношение имеет космонавтика, он нам сегодня расскажет. Спасибо, Петрович. Дорогие участники конференции, ну, во-первых, с грядущим всех возднем космонавтики, потому что это действительно величайшее событие в истории развития науки и вообще человечества. Ну, я очень коротко попытаюсь рассказать о тех контактах, которые были в свое время связаны с Королевым, ну, моим личным, и по тем путям развития космонавтики, которые она прошла за эти годы. Но хотелось бы вначале маленькую историческую справку. В свое время на Садовом кольце в подвале была организована такая структура, которая называлась ГИРД. Это группа изучения реактивного движения. Во главе этой группы стоял Сергей Павлович Королев, о котором мы сейчас все информацию прослушали, инженер Цандов. Но, правда, вот эту аббревиатуру ГИРД, они расшифровывали совершенно другую, в другой ипостаси. Это группа инженеров, работающих там. И 17 августа 1931 года это действительно было начало, которое, можно сказать, действительно начало космонавтики. В 1931 году, 17 августа, недалеко от поселка Нахабино Московской области, была впервые запущена ракета, которая пролетела всего, на всего 400 метров. Но это было определенное начало. Но всему начало действительно положил Циолковский. Ну, наверное, для многих вас известно, что Циолковский в раннем детстве полностью потерял слух. С 14 лет он учился самостоятельно и получил экстерном диплом учителя, учителя физики. Но Циолковский был разносторонним человеком. У него была масса трудов по философии, по биологии и медицине, и музыке. То есть человек был всесторонне развитый. Но я хотел бы привести слова Циолковского. Здесь они продвучали, правда, реагация была не совсем верная. Они совсем верные в начальной части. А он говорил, наша планета, а есть колыбель ракуна, но нельзя вечно жить в колыбели. А так все продолжал. Человечество сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоевает себе все околоземное пространство. Действительно, вклад Циолковского не оценим. Учитель физики, но он разработал теорию полетов в космос, предсказал полеты искусственного спутника Земли, предсказал полеты человека. Но, безусловно, когда мы говорим о развитии космонавтики, о том вкладе в развитии космонавтики, который был осуществлен, здесь Падма первично принадлежит русским, ну, тогда это были советские ученые. Прежде всего, это Сергей Павлович Королев. В 1924 году он поступил в Киевский политехнический институт, проучился в нем два года, а затем перевелся в МВТУ имени Павлана. Первым его научным руководителем был Куполев, и дипломная работа его была посвящена разработке самолета СК-4, двухместного самолета СК-4. А судьба у Королева была весьма-весьма сложная. В 1939 году его посадили. Ну, тогда была модная формулировка за антисоветскую деятельность. Благодаря ходатайству заслуженных наших летчиков Громова и Грязодубовой, его освободили. И с Колымы перевели в так называемую Шарагу. Ну, что такое Шарага? Это в те времена, в 40-е годы, это были специальные конструкторские бюро, в которых работали ведущие ученые. И в этой Шараге он опять встретился с своим научным руководителем Тополевым. А в 1945 году его освободили окончательно. И его назначили главным конструктором по разработке ракетных комплексов. И в том, что в 1945 году он возглавил вот это направление, в котором частично участвовали немецкие ученые из группы Вернера фон Брауна. Ну, Вернер фон Браун, он переехал в Соединенные Штаты Америки. А часть ученых, работавших над ФАУ, ну, вы исторические войны знаете, были ФАУ, которые разрабатывали немецкие ученые под руководством Вернера фон Брауна. Но первые попытки воспроизвести вот эти ФАУ, ну, они оказались в определенной мере не совсем верными, поскольку нельзя что-то воспроизводить то, что уже было сделано. Поэтому все разработки дальше пошли по другому пути. Надо отметить, что главное качество, которое было присуще Королеву, это действительно целеустремленность. И это человек, который не думал о своих благах. А с ним было работать интересно, но очень и очень сложно. То есть, для Королева существовало только одно. Если человек хочет что-то сделать, но в силу каких-то определенных причин у него не получается, то для него это уже не человек, это личность. И он сделает все, чтобы помочь. Значит, подключается масса других людей и так далее. Но если кто-то, простите, мягко говоря, халкурит, то места в системе космонавтики таким людям не находилось. Несмотря на то, что в то время существовало очень жесткое такое понятие по линии профсоюза, что человека нельзя было уволить, но в нашей структуре вот эта система, она работала только в одном плане. Если человек не хотел работать. Не хотел работать. Очень суровый, но в то же время доступный. Вот что, если сравнивать вот тот период и с тем периодом, в котором мы сейчас живем, но, наверное, я, может быть, выскажу какую-то кромольную мысль тех успехов в космонавтике, в развитии аэриционной техники, в развитии подводного флота, которые были достигнуты в то время, в наше время мы бы никогда этого не достигли. Никогда не достигли. Поскольку, понимаете, вот сегодня название, мне понравилось название нашей конференции. И одно слово особенно. Патриот. Как говорил Некрасов, что такое патриот? Гражданин. Отечество достойный сын. Так вот, тогда действительно работали не ради денег. Хотя надо отметить, что все-таки вот в этой космонавтике, где мне довелось работать, система оплаты труда была очень высокая. Ну, я просто для примера вам могу такие цифры сказать. Если инженер в то время на нашем Горьковском автозаводе начальный оклад получал 87 рублей 50 копеек, то начальный оклад, а у инженера, работавшего в области космонавтики, составлял 130 рублей. Но к этому окладу, как минимум, прилагалась премия в размере или оклада, или до двух-трех окладов. Каждый запуск, каждый запуск космонавта всегда сопровождался тем, что те, кто участвовал в этом запуске, получали очень хорошие премии. Но, понимаете, ну, вроде какой-то диссонанс, но, наверное, он вполне был обоснован. Потому что, если, не дай бог, тот, кто отвечал непосредственно за возвращение космонавта на Землю, и если он не вернется, а у нас, вы знаете, было два таких момента, когда погибли. Ну, это было сопряжено в лучшем случае или с очень длительным тюремным заключением, или, мягко говоря, кончалось, смогло закончиться плачево расстрелом. Значит, ваш покорный слуга закончил, кстати, Горьковский политехнический институт, где мы сейчас находимся. В космонавтике я работал с 65-го по 67-й год. Молодой советский инженер, оно основной контингент работников, это в основном, в основном, ну, процентов на 60, это в основном была молодежь. Значит, почему? Наверное, причина была самая простая. Потому что, ну, говорят, что опыт – это великое дело, но когда все это идет что-то новое, и хотим мы или нет, но у нас, у старого поколения, всегда существуют какие-то устоявшиеся понятия, и возникает такой вопрос, что вот это вот надо сделать, а иногда да нет, этого не может быть, потому что этого в принципе не могло быть. Это, помните, принцип Лаво Асье, когда ему сказали, что падают с неба метеориты, он сказал, что вот именно то, о чем я говорил. Поэтому в основном работала молодежь. специалисты каких направлений наиболее востребованы и были, и сейчас востребованы в этом комплексе. Это, безусловно, химики, это металлурги, это электроника, это главные специалисты, специалисты, которые прежде всего нужны космонавтике. Вот я хочу, один, могу привести пример, что в области космонавтики для изготовления деталей, для изготовления деталей 90% в Соединенных Штатах, примерно 60% у нас в России, все детали изготовлены металлурги, готовят методами точного литья, а электрохимики дальше эти детали доводят до ума. Доводят до ума. Все ракетное топливо, все окиснители, это все прерогативы химиков, но без электроники, без управления комплексами, конечно, запуски, а тем более возвращение космонавтов немыслимо. Надо отметить, что мы, наверное, много сделали и неправильного, много сделали неправильного, но прежде всего я говорю о том, что мы совершенно напрасно утопили нашу станцию Мир, эта станция могла бы великолепно летать до сих пор, великолепно летать до сих пор, но не надо было бы тратить такие огромные деньги на создание и функционирование вот этой МКС Международной космической станции, оно правда уровень развития аппаратуры, прежде всего я имею ввиду аппаратуру управляющей электронной, позволяет то, что несмотря на объем Международной космической станции существенно превышающей объем станции Мир, мощность она потребляет несколько меньше, если МКС потребляет 10,3 киловатта, то станция Мир потребляла порядка 12,2 киловатта мощности, значит, все управление станции осуществляется практически, вся энергетика она двойная, то есть в дневное время, ну, в светлое время, так скажем, солнечные батареи заряжают батареи аккумуляторов, а в темное время все управление осуществляется аппаратурой за счет работы аккумуляторов. Значит, что прежде всего я хотел бы сказать, если бы не было действительно вот такого понимания важности для существования Советского Союза как государства, развития вот этих трех направлений, о которых я говорил, и прежде всего космонавтики, поскольку нужно было соблюдать так называемый паритет в области ядерных вооружений, средств для доставки ракет, ракет, которые бы доставили эти атомные боеголовки, а практически у нас в 60-е годы было, мягко говоря, кот наплакал. Случайно оказалось две два ракетных комплекса, которые сбили Пауэрса, и чаще всего возили, но в большей степени возили муляж на Красной площади. А в большей степени количество этих ракет баллистических было крайне мало. Ну и за разработку ряда технологий и в том числе систем для ракетных комплексов. А в 2002 году, когда те, кто принимал непосредственное участие в ряде закрытых работ, нас рассекретили, ну и я получил определенную награду, медаль за успехи в отечественной космонавтике имени Келдыша. А Келдыш, это был президент Академии наук в свое время, который был руководителем ряда космических программ. все расчеты математические были сделаны для космоса Келдыша. И что я хотел бы в заключении сказать. Вы молодые и судьба нашей России, нашего Отечества в ваших руках. Так будьте достойными гражданами нашей многострадальной, великой, могучей России. и когда сейчас идет очень бурная кампания по изменению системы образования в России, если вот эта программа будет выполнена, то я считаю, что мы окажемся далеко и далеко на затворках науки и наше государство как великое государство, оно просто-напросто потеряет свой статус. Я просто приведу вам две цифры. 95% всех достижений основополагающих в области науки и техники, которые сделаны в Соединенных Штатах, сделаны выходцами из других стран. И 90% среди них это выходцы из России. Забота о человеке это великое благо. Так вот, из 480 тысяч практикующих врачей в Соединенных Штатах, опять же, 280 тысяч это лучших врачей, опять же, выходцы из-за границы. и вот когда один из покойных президентов президентов, ну вообще люди плохо нельзя говорить, но я просто могу сказать, когда президент считал за великое достижение, что он дал возможность 200 тысячам ученых России уехать за границу, то здесь, как говорят, нет слов. Поэтому дерзайте, не бойтесь трудностей, и вообще человек должен быть развит всесторонним. Если, предположим, вы учитесь на ирите, или на ФЭМИ, или на любом другом факультете, постарайтесь контактировать друг с другом, интересуйтесь, потому что просвещенный человек, это действительно тот, кто нужен нашему обществу. Спасибо.